Ух ты! Слушайте, аппетитно! Вдруг за 5 минут Ваня сделал лепетя. Лети в Россию. Ой-ой-ой-ой! Как вовремя у Ванька закончилась тренировка, да, Ваня? Всем большой привет! Привет! Добро пожаловать в новый влог! Я, как всегда, пытаюсь сделать три дела сразу. Приготовить, поесть и смонтировать видео. Значит, что я решила сегодня сделать? Я решила сегодня все-таки сделать пирог с капустой. Вернее, это будет не совсем пирог. Это будет вертута. Я уже грибы... Она не только будет с капустой, надо сказать. Она будет с грибами, с капустой. И, скорее всего, у меня останется тесто, поэтому еще будет и с мясом. Грибы я уже обжарила отдельно. Теперь обжариваю капусту. Пока капуста обжаривается, попробую доделать прошлое видео, потому что уже много очень времени, и мне нужно побыстрее, 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 побыстрее. Так, масло немножко добавить, и можно уже идти монтировать. Я, знаете, как сегодня монтировала на коленке, пока готовила обед. Потом побежала за Ваньком. Прибежала. Сейчас мне опять нужно будет быстро-быстро-быстро все доделать. Параллельно приготовить ужин. А ужин это будет вертута. Еще не забыть поесть, потому что время начала четвертого. Если я не успею, то все. До завтра. Вот. Так что мне надо все быстро-быстро-быстро. Быстро-быстро-быстро. Быстренько показываю. Значит, я сделала фарш, это индейка. Просто его обжарила с солью. Капуста с грибами, с томатной пастой немножко. И тесто, которое постояло. Сейчас, ну так вроде ничего, тесто как тесто. Сейчас буду раскатывать, формировать рулеты. Все быстро-быстро-быстро делаю, потому что у меня катастрофически не хватает ни на что времени. Продолжение следует... налью себе чаек мой любимый розбуш с медом знаете все хорошо в этом стаканчике мне он очень нравится мне нравится и цвет и форма и то что он хорошо держит тепло при этом он не горячий сверху но он у меня не влезает подстаканник да да засада вот и еще засада у нас времени нет до выхода катастрофически не хватает вертута еще не до конца подрумянились вова не сможет их выключить у него звонок ладно еще две минутки дадим им вот они уже аппетитненькие такие вот и поедем на карате ванюсь ой ой вы вместе сидите вместе сидите какие красавчики ой что же у нас с лампой очень приятно что она живет своей жизнью странно новые лампы только поменяли ой как мило хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе выключаю пирог ваня все можете обуваться я даже успела тут все убрать чисток чайничек поставлю на место и едем ванюль выключай все иди обувайся почему надо все время несколько раз повторить вам не буду с собой вязку брать потому что темно давай иди танцор пляшет ходит тебе надо еще на танцевание отдать как мама мечтала всегда как хорошо вернуться домой после каратэ а пахнет пирогами дома пахнет довольно вкусно как там на вид если на вкус на вид на вид вкус на короче говоря показываю что у нас тут вот такие вот пироги эти с капустой и этот с мясом и сыром я немножко в индейку сыр решил добавить на чтобы она такая сухая была мне показалось будет лучше я попробуем разрезать так с чем первый будем резать капусты он мягенький такой приятненький сейчас я поближе вас подвину вот посмотрим ух ты слушайте аппетитно он какой жалко я попробовать не могу валу ты будешь пироги пахнет обалденно пахнет очень вкусно сейчас попробуем мясной разрезать давайте еще попробуем ах горячо 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 так ну и мясной ничего так получился пахнет обалденно как начинается ваше утро всем привет вани самого утра решил что мы обязательно сейчас нужно сделать оригами а кого ты делаешь вань не буду мешать тебе давай не те есть пять минут максимум отлично только посмотрите вдруг пять минут вани сделала липите ваня это очень круто что это не поняла а это не лебедь как кран по-русски аист и думала ну круто очень вань это очень классно я бы думала что вряд ли за пять минут можно такое сделать это раз и целую птицу слепил все ванюш давай обуваться где твоя толстовка бегом ваня просто бегом я сейчас отвезла ванька в школу и остановилась около нашего магазинчика тут у нас в поселке хочу отправить письмо это не письмо на самом деле больше это просто открытка которую мы отправляем моему папе это рождественская открытка которую ваня в школе рисовал но мы ее только сейчас отправляем ну ладно лучше поздно чем никогда вот так вот выглядит наш почтовый ящик лети в россию кстати пока я не забыла может быть эта информация будет полезной для тех кто живет в ирландии наверное только в ирландии вообще в целом за пределами своей страны для того чтобы посылка или письмо с большей вероятностью дошли до адресата нас научили делать так адрес вы пишете на русском русский адрес вы пишете на русском языке на английском пишите только слово россия вместо россии пишите russia то есть для ирландской почты и не только ирландской для той для тех почт которые предшествуют российской почте самое главное в этом адресе слова раша больше им знать ничего не нужно а вот в россии уже для них естественно важен точный адрес и важно чтобы он был написан на русском языке так с большей вероятностью посылка и письмо дойдут до пункта назначения вот понятно нет не пойми что наплела да в общем по-английски пишем только слова раша и все адрес пишем на русском из отправляем письмо откуда-то из-за границы в россию так будет надежнее вот у меня как обычно самый такой обычный но достаточно загруженный четверг потому что с прошлой недели они еще началась музыка поэтому вани сегодня после школы и музыка и потом еще и футбол и он с таким довольно несчастным лицом потом еще и каратэ я говорю нет вани сегодня без каратэ сегодня только музыка и футбол ну а я еду гулять еду до еду кстати я еще не доехал до дома гулять с собакой завтракать и заниматься домашними делами выполняю просьбу он не хочет с тобой играть вы меня просили показывать рыжего котика если мы еще встретим вот он какой чистенький красавчик хвост шикарный вот что у него шикарный кэрис куда-то вы куда через кусты знаете какой красивенький хвост как у даже не улезть о-о-о-о ничего себе кэрис ты умеешь так то место по деревьям там птички наверное ладно ой 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 опасненько сближение пойдем пойдем тебе-то играть а он чуть не настроен играть он настроен воевать у нас сегодня с вовой ожидается супер ленивый обед я как-то показывала впервые в жизни я купила такую заморозку в ирландии и это у нас должна быть какая-то индонезийская лапша в индонезийском стиле вернее жареной курицей овощами и кориандром вот такая вот мне кажется я ни разу в жизни не пробовала замороженные макароны макаронные изделия ну кроме лазаньи наверное это я не помню что без замороженную пробовала так что не знаю даже что получится я вам должна сказать что пахнет очень вкусно и на вид очень прилично выглядит ну как ну вот как ну как можно так высыпать это просто я не знаю это руки надо иметь из одного места зашло полдня а я к вам не выходила не полдня наверное часа три-четыре что-то знаете настроение нет куда-то подевалась куда-то подевалась настроение не знаю наверное когда вы когда нечего да ё-моё когда нечего снимать когда нечего говорить лучше не снимать и не говорить все вроде бы слава богу не буду и на что жаловаться ну вот как-то просто не знаю чуть как чуть не то мне так нравится вот это вот я сижу даже не сижу когда смотрите какая махина рядом со мной будет проезжать про самолеты хотела сказать так ладно мама моя дорогая мама моя дорогая я всегда смотрю на эти конструкции думаю тоже кто-то придумал это что вот кто-то сообразил что все вот эти вот шнурочки и крючочки должны именно в таком порядке соединяться не надо сдавать назад не надо сдавать назад мама моя дорогая вот спасите помогите про самолет расскажу чуть позже сейчас свои впечатления пока иду расскажу вам знаете какие по поводу самолетов такие странные ощущения мне в комментариях как-то спросили я живем ли мы рядом с аэропортом да мы живем недалеко от аэропорта поэтому для меня самолеты в небе на высоте я не знаю сколько здесь метров наверное 300 это уже стало абсолютной нормой и более того я себя поймала на мысли что вот я еду в машине по дороге и обычно у автомобилиста есть ну как бы одна плоскость он следит за тем я даже не знаю как это объяснить вам ну вот например у самолета у него же есть горизонтальная вертикальная скорости в отличие от машины машина не может как-то в пространстве перемещаться кроме как вот не буду умничать в общем это так необычно когда твою автомобильную дорогу еще пересекает самолет периодически с регулярной периодичностью получается у нас такое 3d движение в пространстве вот я раньше жила тоже недалеко от аэропорта дальше чем сейчас и никогда вот так близко самолетов не видела а сейчас я понимаю что я уже даже на них внимание не обращаю для меня это вообще такая норма вот этот вот гул особенно когда взлетает какой-нибудь огромный лайнер у нас это слышно даже рядом с входной дверью это прямо если заострять на это внимание то это очень слышно так мы уже привыкли нам не мешает одно в целом да это конечно интересно получается что чаще всего чаще всего самолет садится прям строго над нашей школой проходит самолетная трасса прям четко вот в этой вот местности у нас лебеди живут их очень очень много на той стороне я думаю вы видите только мой подбородок я вам сейчас показал наши окрестности я не знаю насколько там получилось качественно ну вот я хотела я к чему это все потому что в прошлом видео в одну в одном из прошлых видео где я кормила лебеди вы не переживайте это не один единственный лебедь у нас их там просто сотни вообще сотни когда когда ты фрегби играл я кормила лебедя а вижу вы ходили переживал нет но молодец готов эти ничего на свете лучше я сейчас ваньку когда заходила в музыкальную школу дайте я вас чуть поближе наверное вот так короче когда ванек сидел занимался музыкальной школе я же под дверью сидела слушала как он там играет вот это конечно очень интересно знаете какая-то гордость просыпается своего ребенка хотя он там два года повторяет за учителем но все равно я уже потом спрашиваю говорю ван тебя как хвалили а нет я говорю у тебя учитель спрашивал занимался ты дома или нет он говорит нет не спрашивал но он и так понял я при в смысле он понял что я занимался я потому как ты играешь да игорь тебя ругал ли хвалил он говорит хвалил он всегда хвалит но я вам рассказывала это такой общий принцип ирландского ирландской системы образования здесь всех всех хвалят и я сейчас уже склоняюсь к тому что это на самом деле хорошо вот я что он хотел сказать я хотела сказать поделиться своей радостью мы сегодня вышли из школы он мне говорит мама мне учитель дал два новых аккорда я говорю ну ты рад и он так сказал это знаете как не поймешь толком это порадоваться надо или огорчиться я говорю ну ты рад и говорит хорошо он говорит конечно хорошо мне так нравится заниматься я то понимаю что эти занятия сейчас по крайней мере на этом этапе когда они такие больше ознакомительные когда все легко когда много запоминать не нужно я понимаю легко говорить вот дома мне так нравится заниматься не что будет дальше но по крайней мере вот на этом этапе я очень честно говоря довольна что ему нравится заниматься музыкой я ни капельки его не заставляю более того я даже сегодня вот сейчас время у нас 5 часов у вани в 6 15 сегодня тренировка по футболу мы с ним через 45 минут выезжаем уже на футбол и мы с ним договорились ван в 5 15 ты должен закончить все свои игры он там сейчас с друзьями или просто смотрит мультики я не знаю он там сам занимается вот и должен сесть сделать домашку он такой да хорошо будет мне же две домашки делать я говорю ты что вчера домашку не делал но я думала он имеет ввиду что это школьная домашка которая вчера была он говорит нет ну по музыке же еще то есть он даже сам думает о домашней работе это не может не радовать меня как маму так что все хорошо полет нормальный пока нам все нравится причем я сегодня пришла музыкальной школы там был я вам показала открыт кабинет там фортепиано и вокал и он же кабинет директора и хозяйки этой школы я посмотрела это так уютно так так сейчас просто не стоять и не трендить я возьму что-нибудь погладить вот это так классно так уютно когда кабинеты музыкальные похоже на какую-то просто такую домашнюю комнату такая приятная атмосфера а не хочет показать вам свои новые перчатки вова говорит ваня сам попросил их купить его не смог отказать раз ребенок просит для спорта какую-то вещь то а ты их мерил в магазине слушаю ну шикарные перчатки них пойдешь класс мне очень нравится покажу вылезть давай покажем как выглядит тут такие резиновые да 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 вот внутри понятно чтобы сцепление лучше было вот здесь такого пылистая или там сеточка дышит я же так и не договорила вам свою мысль когда гладила ты хоть сейчас эти уже если не сейчас тогда закрой дверь чтобы холодный воздух не заходил я не не договорила мысль свою потому что к нам кое-кто пришел сейчас кто пришел я тоже расскажу по поводу музыкальной школы вот что мне очень понравилось что обстановка абсолютно такая домашняя как будто ты просто как в чью-то жилую комнату входишь у меня знаете как музыкальная школа выглядела но это было начало 90-х и начало середина 90-х это был класс в котором стены были покрашены краской стояла инструмент стояла фортепиано лаковый учебные как называется не учебные письменный стол для учителя стул письменный называется по-русски стул для учителя и стул для меня чтобы играть все больше не было ничего и я помню еще моя учительница звали ее надежда ванна кстати надеюсь что у нее до сих пор все хорошо она жива здорово очень хороший человек очень хороший учитель она перед каждым учеником новым проветривала помещение и я помню этот холод когда заходишь там не то что играть на инструменте невозможно там я не знаю вообще ничего в руку взять невозможно часто я ее понимают ли чего она это делала она когда когда я приходила но тут же закрывала окно там дальше мы играли в общем то уже закрытыми окнами если это там зима осень была ну вот то есть это были совершенно неуютные кабинеты в некоторых хотя бы цветы какие-то на окне стояли в большинстве цветов никаких по моему не было зато сейчас вот это частная ванина школа это конечно одно удовольствие какие-то подушечки коврики какие-то плакаты фотографии всякие разные пожелания в общем спасибо разрешил пока поговори я возьму ферли в общем я понял что там действительно очень уютно и очень приятно находиться и мне кажется располагает каким-то занятием да здорово вот а по поводу того кто к нам приходил я сейчас ванька отведу и вам расскажу у нас сегодня здесь светло хорошо девчонки в хоккей играют включили прожектора и очень комфортно когда здесь темно идти среди среди этих кустов очень приятно здесь не мешало бы убрать вообще вот если бы даже нас организовали родители я бы пришла и убралась смотрите вообще какое свинство отвратительно вань ты уверен о очень уверен что тебе куртка не нужно сто процентов уверен я не могу на это смотреть мне кажется очень холодно тебе вань только не заболей ладно очень тепло давай беги 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 вань твои уже разминаются давай вперед вот в этой вот клетке в первой твои давай бегом капа точно не нужна я не знаю как сейчас можно без куртки заниматься такой ветер неприятно у меня аж мурашки по коже хочется укутаться во что-нибудь на справедливости ради ни одного человека в куртке ни одного не одного ребенка в куртке ни одного ребенка в шапке и толстовки вот я смотрю девчонки занимаются некоторые в куртках у некоторых толстовки такие знаете пухленькие вот тепленькие до ванина толстовка такая чистая синтетика как раньше адидас делали и у всех такие не знаю как это возможно друзья рассказ очень секунду на куртку села неудобно руки не поднимаются рассказываю кто к нам приходил звонок в дверь я иду в этом звонок какой-то важный он не может открыть я открываю дверь стоит молодой мужчина здрасте здрасте он говорит это такой-то адрес я говорю да ну может быть вы улицу перепутали карты вроде нет это владимир тебе здесь живут я говорю здесь сейчас я спрошу не знаю кричу володь иди сюда по русски говорите фото чем оказалось я либо я забыла либо вова забыл мне сказать к нам пришел мастер который занимается полами есть у нас слова такая идея мы хотим наконец-то поменять полы я вам уже много раз говорила что у нас вот это вот покрытие ковролин она нас просто изводит она у нас все соки из нас уже вытащила его невозможно чистить нормально я даже представить себе боюсь вообще кто там в нем живет и сколько там грязи и пыли как бы вы его не пылесосили это невозможно единственный вариант когда ковролин но более-менее для меня понятен более менее повторюсь не до конца это когда допустим у вас позволяет площадь у вас есть большая игровая например где-нибудь на например на чердаке да вы переделали чердак под большую игровую комнату постелили там полностью ковролин для того что у вас маленький ребенок маленький он там босиком будет ходить играть это это такой пылесборник это такой грязесборник который трудно вообще себе представить больший мне кажется что всегда гораздо проще когда у вас там деревянные например полы там ламинат дерева я не знаю этих тонкостей короче говоря а такие обычные деревянные полы и если вам холодно или если вы хотите ходить босиком вам там некомфортно так далее просто купить ковер просто купить пусть он будет большой но он будет мобильным вы всегда можете его почистить куда-то отвезти назад перевести в конце концов поменять просто если он вам разонравился там порвался или еще что-то мы таки решили его все-таки поменять хотим сделать ламинат у нас есть несколько вариантов мы сначала думали частично менять там лестницы допустим коридор и оставить комнаты потом думали комнату поменять потом думали поменять вообще во всей квартире что по цвету подходил короче у нас много всяких вариантов к нам приходил мастер он все у нас обмерил мы по каталогам примерно выбрали то что мы хотим теперь мы ждем когда мастер пришлет нам расценки вот и если мы если нам подходит эта цена то мы скорее всего будем менять полы я очень надеюсь я очень устал от от ковролина я безумно от него стал я утерпеть не могу как бы я не убрала комнаты как бы я вообще всю квартиру не отдравила этот ковролин он не дает квартире выглядит чистой вот и все я очень хочу поменять везде просто везде вот так что такие вот дела возможно в будущем у нас будет в такой вот ремонт будем менять полы возможно если сойдемся по цене потому что если это будет очень дорого возможно мы себе просто не сможем это позволить посмотрим ну а пока у меня в планах померзнуть в машине час 15 уже поменьше уже час практически я с собой взяла вязание может быть повяжу если да здесь светло от я выключила свет все яркие очень фонари поэтому буду вязать надо было чай к себе еще горячий взять но я не успела просто уже и погладить ничего не успела вот мастер пришел на минут 40 45 50 даже обсуждали всякие разные тонкости и и все нам с вами уже выходить на футбол так что день сегодняшний загруженный пролетел просто на за одну секунду на раз так вот представляете какой дождень стопил это вообще нечто просто как вовремя у Ванька закончилась тренировка да Ваня это ужас смотрите что творится смотрите плевает до сих пор Ванек красный весь сидит я вам что хочу сказать я сейчас парковалась задом вот такая видимость в зеркала вообще это какой-то кошмар то есть я так вот ну практически на ощупь и камеры тоже я уже заглушила машину вся в этих Вань ну хватит не то не надо вся в брызг в каплях в щечу не видно пойдем голодный ребенок есть говорит хочу а живот болит нагулял аппетит сижу сейчас тут на полу у Вани в комнате я сейчас с мамой разговаривала Кэрри ко мне пришла и легла у ног у моих ну вот нужно бы встать взять камеру чтобы изображение было получше жалко Кэрри будить что делать смотрите как она у меня лежит хорошо ну жалко ну жалко собачку будить она так тепло от нее прям она мне ножки греет моя девочка да вот так вот так хорошо моя собака ложись так ложись вот и пришла пора на сегодня закругляться настроение по-прежнему так себе если честно как-то я выгорела наверное мне кажется не знаю честно говоря не знаю за что браться не знаю что мне сейчас что меня сейчас порадует вот даже представить себе чтобы я сейчас хотела такого что подняло бы настроение мне даже не вот из каких-то доступных средств даже не знаю честно говоря я знаю почему у меня нет настроение но не хочу об этом говорить но в этом нет ничего особенного это так так сказать так сказать небольшие недопонимания кое с кем вот сразу говорю это не Вова и не мама и не папа все нормально все нормально просто ну так бывает да надо просто не обращать внимание и все вообще у меня созрела мысль записать видео даже не видео просто поговорить о личных границах и влияние окружающих вас людей на вашу жизнь вот но поскольку я не психолог и совсем ну я мало интересуюсь психологии честно говоря не могу сказать что мне это очень интересно но мне интересно только то что касается меня да я там люблю поковыряться в аэрофобии я люблю что-нибудь там поизучать касаемо перфекционизма о своем и наболевшем вот а так в целом глобально психологии я не особо интересуюсь хотя я в нее очень верю считаю что это очень помогает многим людям грамотные психологи грамотные специалисты это незаменимые люди ну так вот хочу поднять эту тему вот но пока не знаю как если созрею если желание не пропадет то поговорю выскажу выскажу свое мнение на эту тему насколько это важно и насколько это плохо что меня мое поколение и поколение старше меня вообще не учили тому что такое личные границы вот и как это тяжело когда ты не умеешь их отстаивать и грамотно давать понять собеседнику что все хватит я говорю сейчас естественно не о каком-то физическом контакте речь идет о каком-то психологическом воздействии ну ладно это все будет потом может быть это если я созрею если я пойму что мне есть что сказать на эту тему вот пока так пока это просто мысли слух я вам желаю крепкого здоровья не болейте те у кого в странах сейчас очень сложная ситуация с ковидом я вам желаю скорейшего улучшения это по наблюдениям моим личным и по наблюдениям вообще по статистике скажем так 3-4 недели и должно стать полегче поэтому держитесь поменьше посещайте общественных мест всем кто сейчас болеет скорейшего выздоровления крепкого здоровья все будет хорошо все будет хорошо а у меня на этом все у меня есть сейчас полчаса 35 минут до того как Ваня прибежит сюда наверх я хочу сделать йогу всем пока пока до встречи увидимся до встречи я